Привет всем! Меня зовут Николета и это BlockchainBits. И в этом выпуске мы поговорим о том, что такое приватные и публичные блокчейны, чем они отличаются и вообще зачем они нужны. В предыдущих выпусках мы разобрались с тем, что такое блокчейн и майник. Если вы их не видели и не знаете, что это, то очень советую их посмотреть, чтобы в этом выпуске вам было все понятно. Посмотрели или уже все знали сами? Молодцы! Тогда поехали! С блокчейнами биткоина или эфирума может взаимодействовать каждый. Правильность сети будет обеспечиваться за счет сложности алгоритма для майнинга и количества участников сети. То есть, если кто-то нехороший попытается добавить неправильный блок, этот блок не получит достаточно подтверждений или тому, кто его добавил, пришлось бы добавлять и остальные блоки после своего, что влетит в копеечку. Но дело в том, что, например, какой-то проект хочет доказать, что изменение его данных происходит в открытую, но не хочет тратить очень много денег на добавление транзакций. В таких случаях в игру вступает приватный блокчейн. Возникает вопрос, а что же это такое? Это простой блокчейн, чей первый блок, Genesis, создается локально и наделяется желаемыми свойствами. Он также имеет свой Network ID, отличающийся от тех, что уже принадлежат другим сетям. Потом тот, кто решил создать приватный блокчейн, запускает утилиту в GIF, например, и указывает ей использовать этот локальный первый блок. Воля! Теперь у вас есть сеть из одного пользователя. Если кто-то еще имеет такой же первый блок и сможет достучаться до вашего, то они свяжутся в большую сеть и так далее, и так далее. Создатель блокчейна может выборочно разрешать добавление блоков в сеть и модерировать ее. Свой приватный блокчейн вы не обязательно должны создавать по протоколу Proof-of-Work. Можно также использовать и Proof-of-Work. В первый блок прописывается какое-то количество адресов, которым разрешено создавать блоки, и никто кроме них не сможет их создать или заверить. Таким образом решается проблема спама сети. Простую сеть на Proof-of-Work легко заспамить большим количеством узлов, которые будут иметь суммарно большую часть вычислительных ресурсов и таким образом смогут диктовать свои правила. В Proof-of-Afforty правила диктуют администраторы сети. И для приватных блокчейнов это как нельзя кстати. Таким образом, публичные блокчейны это те, в которых может участвовать кто угодно. И это даже поощряется сетью. В приватных блокчейнах можно участвовать лимитированно или только по приглашению. А есть ли между ними связь? Так бывает, что проекты выносят какую-то свою часть взаимодействия с блокчейном на приватные и соображение экономии. И сохранизируют с публичным блокчейном только какие-то состояния своей приватной сети для доказательства правильности своих данных. Если вам интересна тема приватных блокчейнов, советую почитать про HyperLegic Fabric, созданный в The Linux Foundation, являющийся примером инфраструктуры на блокчейне, но с разрешениями. В следующем выпуске мы поговорим о том, какие интересные хаки и эксплуатации бывают на блокчейне. Так что не пропустите. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok